Томас Алмейда. У этого парня сейчас рекорд 22 победы и всего одно поражение. Причем удивительно то, что только одна победа дошла до решения судей. А все остальные Томас выиграл досрочно. Свой отличный рекорд он набивал в родных стенах Бразилии. После перехода в UFC он впервые выиграл бой по очкам. Позже он проводит три боя, куда входят победы над Берчиком и Пикетом. А затем Алмейда получает свое первое и единственное на данный момент поражение от рук Коди. Яир Родригес. Сейчас этот парень выглядит многообещающе. В UFC он уже провел шесть боев и во всех выиграл. А в последнем поединке он победил Биджей Пена. Единственное поражение Яир получил во время своего третьего профессионального боя в родных стенах Мексики. Тогда Родригес был отправлен в нокаут за полторы минуты. Каролина Ковалькевич. Еще в том году у Каролины был рекорд без поражений. Но бой за титул против чемпионки Йоанны оставил в ее графе первое поражение. Возможно в будущем Ковалькевич еще сможет побороться за титул. Йоэль Ромеро. У этого отличного бойца в рекорде также есть лишь одно поражение. Он проиграл на турнире Strikeforce Рафаэлю Ковальканте. Несмотря на то, что на тот момент Ромеро был уже всемирно известным борцом олимпийского уровня, его ударная техника все еще была не на высоком уровне. Рафаэль проводил тогда уже свой 14-й бой, а Йоэль лишь 6-й. После атаки ногой Ковальканте пробил Бэкфист, который Кубинец просто не заметил и уже просто не смог защищать себя. После того боя Ромеро перешел в UFC, где победил всех соперников. А сейчас, скорее всего, он встретится в бою за титул с Майклом Биспингом. Даниэль Корвье. Еще один борец олимпийского уровня, Даниэль, получил свое единственное поражение в бою с Джонсом. После перехода в полотяжелый вес, он провел там два боя и позже встретился против Джона. Джонс выглядел в бою лучше и смог победить Корвье. После этого Джонса лишили титула из-за проблем с законом, а Даниэль смог стать чемпионом и защитить титул. Джон Джонс. У этого бойца есть в карьере, наверное, одно из самых спорных поражений в UFC. В бою с Хэмиллом Джонс доминировал, а после того, как он стал избивать соперника, он нанес запрещенные удары локтями. После чего его дисквалифицировали и он проиграл бой. Несмотря на то, что его так никто и не смог победить, но единственное поражение дисквалификации все же есть в его карьере. В прошлом видео мы спросили, какой бой в UFC был признан лучшим в 2010 году. Это был бой Андерсона Сильвы против Чейла Соннена. Сегодня такой вопрос. Кто из бойцов UFC проводит наибольшее время в боях в полутяжелом весе? Свои ответы оставляйте в комментариях, а правильно мы покажем в следующем видео. Также вы можете написать в комментариях, какую тему нам стоило бы осветить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok